Спасибо за вебинар, кто-нибудь кроме Далматова знает о салах мастики, этот секрет останется для садоводов. Знают его дети и внуки, то есть дочка и внук. Это я их убедил продолжать. Доброго здоровья всем. О, это ёлки-палки. Ну-ка, а вдруг по теме? Сейчас. Ого, ого. Валерий Константинович. Да. Это голос, Саша, не узнаю. Это суеверие, вы, слово суеверие. А, да-да-да, всё-всё, сейчас я анекдот расскажу. Спасибо. И там, значит, это, приходит, как всегда, этот, ну, половина анекдотов про это. Мужа дома нет, приходит, всё, занимается любовью. Вдруг вступ в дверь, муж вернулся. Вот. Вот. Он забегал, забегал, голый, выскочил на балкон. Вот. Она тоже всё в панике. Прыгай! Ты что, дура? Тринадцатый этаж. Ты что, суеверный? Не знаю, мне смешно. Так. Поняли, так? Про суеверие. То есть мы этим словом суеверие заканчиваем разговор про, это самое, грех или не грех. Так. Борис Тверь. Доброго здоровья. По ходу семинара вам был звонок товарища, который говорил, что у него скорость 100%. Я рад за него и вас. Но прошу уделять внимание методике, а не эмоции. Я весь на эмоциях. У меня никогда не было скорости, больше и больше. Простяще меньше. Откуда я товарищ? Как он садил косточки? При какой температуре хранил? При какой высаживал? Как высаживал? Косточки были с крючками при высадке. Значит, давайте так. Я... Чтобы не было недоверия. Я в таких случаях, знаете, у меня сколько, у меня же друзья и священники. Константинович, не клянись Богом, страшный грех. Да хрен с этим страшным грехом. Я клянусь Богом, что вот этот товарищ позвонил. И я на тот момент, когда он позвонил, даже не помнил, о чем он будет говорить. То есть все, что он сказал про 100% скорость, это абсолютно его слова. Вот. Не подговаривал, клянусь Богом. Вот. Единственное, я подговорил позвонить во время вебинара. Все. Значит, все, что он сказал, это правда. Он не стал по мне. Вот он звонит пару дней назад и говорит, Константинович, да у меня 100% скорость. Чтоб он стал мне это выдумывать-то? Это раз. Теперь. Есть, существуют у меня эти самые фильмы. У меня существуют статьи. Пожалуйста, знакомьтесь. Так. Вот. А у него, еще раз говорю. Судя, я общее, общее все буду говорить так. Почему? У него 100%. У меня это началось, у меня бывало несколько раз, пропускают урожай. Или все, или часть. Допустим, культурные пропустили. А дикарям все пофигу. Они почти каждый год плазались. А было пару лет, когда вообще не было. А предыдущие-то оставались там несколько банок. И я переносил на следующий год. Вот. И честно говорю, у меня урожай там 2000 там, допустим, в 13-ом был большой урожай, в 14-ом, в 15-ом, в 16-ом. А в 17-ом не было. Я говорю всем, у меня остались косточки от 16-го года. Будете брать? Не будете. И вот тогда я впервые убедился, что косточки, которые годом раньше, и сейчас также проблема. У меня же в основном косточки-то 22-го года остались. Вот. Понимаете? Вот. И именно они, а они у меня сертифицированы, именно они должны дать не то, что вот сейчас как, чего, температура, хрену знает, при какой он хранил. Но факт то, что он от меня получил, дохранил и получил 100%. И это может сделать из вас любой. Почему? Общее понятие, друзья, существует. Вы от меня получаете мешочек, мешочки 10 штук, сырой песок. Только получили через обычное, сейчас бывает и за 3 дня доходит, простая посылка. Но это бывает. А так 5-7 дней получил и уже проклевываются. И уже гадать не надо, уже сейчас проклылось. Вот. Павловск поставил в холодильник и еще через неделю смотрит, почти все взошли. Или не взошли, высадил, еще через 20 дней смотрит, все взошли. Вот. Никакой хитрости нет. У меня есть специальная подборка. Специальная. Вот. Я ни от кого не скрываю, я за нее деньги не прошу. Это вот так выглядит. Смотрите. Вот. Не то, что какая-то. Нет. Вот сейчас бы, если бы он слышал, да, этот человек. Допустим, он меня слышит. Ну, по-моему, он не любитель вебинаров. Но, допустим, слышит, да. Тогда что мы делаем? Я к нему обращаюсь и говорю, пожалуйста, на следующем вебинаре раскройте секрет. Получили от Железова посылку. И так далее. Ой. Мне здесь нельзя искать эти самые ролики мои. Почему? Очень много этих паролей. Все. Вышел оттуда. Так. Что-то вам осталось посмотреть сейчас. Сейчас, 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 сейчас. А что мы еще не читали? Александр. Библия не против прививок. В Новом Завете есть слова о прививках. Послание к римлянам. Да вы что? Там о прививке оливковое дерево упоминается. Найдите стих. Спасибо, Алексей. Но дело в том, что мусульманам библия не это. Библия это не это самое. Не истина. Так. Александр Снегирев. Суеверный. Хочется анекдот. А, ну анекдот я уже рассказал. Тринадцатый этаж. Прыгай. Ты что? Разобей же. А ты что, суеверный? Вот. Повторил анекдот. Мне он нравится. Посмотрите. Нас меньше не стало. Но все. Третий час можно сюда. Протерпели вы. А почему терпели? Мы общались. Вот. И их общение было такое. Я считаю, что это очень полезно. Не обязательно. Я же до сих пор обидно. Как начинал? Любая моя статья был рассказ. Высылаю в очередную газету. Валерий Константинович. Мы не можем принять вас в такое видео. Нас рассказы не интересуют. Пожалуйста. Значит. Переделайте. Значит. Пример такой. Делайте так. Посадка деревьев. Пункт первый. Наточили инструменты. А человек не знал бы. Если бы я не это. Пункт второй. Выкопал яму. Допустим. Полметра на полметра на полметра. А я уже противник этого. Так нет. Пункт третий. Задали в яму минеральное и органическое. Это меня учат. Представляете? Меня. Зелезу учат. Как надо это. А вот так вот. Я бы тогда напечатаю. И вот они десятки лет печатали. И допечатали. И допечатали. До того. Что их никто не стал считать. Это вообще ужас какой-то. Чего читать. То что так все знают. А вот эти. Смотрите. Появились. Когда телеканалы. Особенно Бобер. Он был самый. Самый. Я считаю. Вредный. В стране. Усадьба тоже не подарок. Ему легко переделать. Там. Толковая. Ведущая. Много полезных советов. Но они не помогают вырасти дерево. Вот одно обидно. Чуть-чуть подправить. И прекрасный телеканал. А вот этот было примерно так. Извините. В третий раз рассказываю. Когда я слушал. Еду. Или их в палату номер семь. Палата номер семь занята. Вы знаете. Прокурор. Наполеон. И прочее. А палата номер семь. Она видимо для садоводов. Соседняя. И вот тогда. Значит. Те которые. Называются садоводом. Энциклопедию издал. Ну. Набор банальности. Которые вредят. Ну. Деревя белил за самых верхушек. Красил. Красил. Понятно. А вот данный момент. Я просто приведу один пример. Вот. Сопроцентного дебилизма. Июль. Месяц. Подходит. Выкапывает яму. Видимо. Кто-то помогал. Большая яма. Оголены корни. Вот штамп. Я показывал. Рассказывал. Фирму снимал. Ругался. И даже высылал фирму. Чтобы закрыли эту передачу. Я. Ретроград. Верезо. Закрыть передачу. Почему? Вот такое дерево. Вот такие корни. Он. Вокруг. Вот такая яма выкапывается. Вокруг штампа. Оголяет центральные корни. Мне говорится. Три месяца с половиной они будут закаляться до зимы. Вот так их и оставляем в открытом виде. Я думал. Что же мне делать-то? Когда таких накопилось советов в десяток. Я пытался понять. Зачем? Заработать надо. Вот. Я потом видел как-то фотографии. Там человек десять. Там осветители электрики. Эти самые ведущие. И прочее. Вот. Эти самые операторы. Целая толпа. Они все зарабатывают деньги. Они ничего другого придумать не могли. Как обкопать. И видимо я сценарист. Кто-то должен идеи подавать. Потому что ну уже куда? Уже все знают как посадить. Помните? Меня Железов учили как писать статьи. И главный редактор мне Железов прислал пособие как статью писать. Пункт 1. Наточить инструмент. Пункт 2. Выкопать яму. Пункт 3. Яму задать это. То есть я оказывается вот этими рассказами не в тему. Не подскажу им. А там подошли. Минут 40 рассказывала. Я представил что заканчивается это в ноябре. Половина России в ноябре уже закрывается снегом. А ямы то еще не закопаны. В июль. И давай так. Июль август. Это два летних месяца. Я знаю со школы. Учительница говорила. Что это летние месяца. Закалка корней. Открытых. Открытых. И вот. Понимаете. Вот это вот и есть. Другого уже нет и не будет. Почему мы нужны? Вот так вот. И вот она палата номер 6. Здесь. И вот мы это самое. Как товарищ написал. Что это. А тут еще добавилось. Ирина Алтая. У меня каждый раз входит 80% косточек. Проблема в том что медленно растут и часто химерами. А нет Ирина. Не путайте. Скотчики химеры не вырастают. Все. Нет. 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 Иногда скотчики может вырасти два побега. Все равно это не химеры. Все. Это просто я вас учил. Учил и переучил. Вот. А медленно растут. Дело в том что есть места где они не будут. Не хотят расти. Вот упрямо. У меня вот растут как бешеные. Еще и судьи жаловались. Залито два метра. Ты помните Алтай фотографии? Рядами залито такие вырастали выше всякого роста. Это да. А у вас медленно растут. Но не подходит у вас. Вы можете не знать. А те же абрикосы. Могут знать что там до воды это два-три метра. Они не будут стараться. Им мерная смерть. Они дойдут до воды в город. Так. Идем дальше. А. У скокса 1500 метров. Ну у нас поменьше. У нас. У нас поменьше. Ну тоже у нас считается предгорье. Климат эскоконтинентальный. Так. Что еще? Что-то еще пишет. Еще существует. Вы знаете. А. Я приведу пример. Извините. Вы сказали. 1500 метров. Это уже горы. Поверьте. Это горы. Вот. И даже просто цифра 1500 значит горы. Точка. Не обсуждается. Теперь смотрите. У нас есть. И мы может на этом закончим. У нас есть с вами. Не у нас с вами. А. Именно у меня. И это. Есть. А. Особый. Район. Ну. Сан-Шушинская ГЭС. Понятно. А там еще получилось так. Что строителям Сан-Шушинская ГЭС. Давали земельные участки. По четыре сотки. Прямо в горах. Они были очень-очень крутые. Бывало такие крутые. Что люди не могли там ходить толком без этих. Без лестниц. Лестницы специально делают. Не просто вот так поднимались. А лестницы делали. И. Делали еще эти. Когда горизонтально выравнивают. Сейчас скажу. Вот видите. Все. Мне уже нельзя все читать. Забываю такие термины. Вот. Короче. Вот так. Уже не как лестницы. Но вот так. Вот так. Вот так. Поняли. Да. Вот. Вынуждены делать. Насколько круто. И что интересно. Там еще была такая крутизда. Что когда солнце всходит. Первое полудня. Одна половина. Дальше их участка в тени. А после обеда солнце передвинулось. Сейчас освещено. А другие участки. Так что наоборот. В начале обеда солнце. А с обеда тень. И что меня удивило. Я наблюдательный. Ну. Пока меня петух нет. Я значит смотрю. У меня уже заканчиваются абрикосы. А я же по рынку хожу. Как дела. Че это абрикосы. Да. Маша В. Забыли вы меня там пять лет назад. Или восемь саженцев продавали. Не обязательно мои. Рустовского. Или этого самого. Вот. Еще несколько человек таких. Тодоров. Нет. Тодоров. Не помню. Продавал ли именно абрикосы. Филиппев. Вот такие люди. Значит. И я обязательно спрашивал. Откуда дровишки. То есть откуда плоды. И вдруг. Когда все заканчивалось. Проходила неделя-две. И абрикосы появлялись снова. И вот тогда до меня дошло. А они то появились то. Откуда. Чормышки. Все. А как же так. Там теплее. Они должны быть раньше. Они позже. И тогда встал вопрос. А почему у нас в этот год. В заморозке погибли. К черту цветы. А у них то нет. Плоды то вот они. И тогда дошло. Потому и не погибли. Потому что полдня. Солнце. Полдня нет. Что мы имеем. Замедленное развитие. Задержавшееся цветение. А значит. И задержка. С созреванием. Ну. Нормально объяснил. То есть. Оказывается. То что там теплее. Все равно. Они. Они это самое. В более выгодном. Положении оказались. Чем мы. Не только потому что теплее. А потому что у них полдня. Тень. Ой. Как мог рассказывал. А. Опять. Семен. Спасибо. Террасы. Там делают террасы. Многие делают. Я сам видел. Так. Ну что. Кажется. Мы закончили. Прошло 3 часа. Я честно отработал. Я. Как всегда. Много воды. Получу несколько замечаний. Вот. Причем. Такие. Знаете. Как сказать. Даже не злые. Нет. Это. Это. Снисходительное. Отношение. К человеку. Которого. Вот такие. Вот эти. Именно. Снисходительное. Знаете. Отношение. К человеку. Которого. Вот такие. Вот эти. Самые. Результаты. И все равно. Они. Может быть. Этого. Никогда. Не видели. Ничего. Про сад. Не знаю. Тут. Посмотрел. И дальше. Пошел. Вот это. Нормально. Все. Друзья. Я. Закончил. Значит. Не забывайте. Что. Надо. Покупать. Семечки. Косточки. Черенки. Потому. Что. Все равно. Не факт. Что. Я. Это. У меня. Линия. Жизни. Счет. 90 лет. Но. Что. У меня. Сомнения. Что. Я доживу. Все. Жду. Ваши. Можете. Делать. Так. Необязательно. Выпишите. Хотя бы. Каталог. Зато. Потом. Можно. Начинать. Думать. Примеры. Я. Вот. Если бы. Я. Не боялся бы. Бога. Я бы. Никогда. Не стал бы. Кляться. В том. Что. Я обманываю. Все. До свидания. Один. Семья. У нас. Семья. Спокойной ночи. Доброе. Один. Продолжение следует...